В гостях на этих выходных, на первых весенних мартовских выходных в Мурманске легенда, легенда о детройтской хаос-сцены диджей Терренс Паркер, который уже за вертушками, насколько я знаю, 35 лет. Все правильно, Терренс, 35 лет или даже больше ты уже работаешь, трудишься и, собственно говоря, даришь свою музыку аудитории. Терренс, как я знаю, ты уже за тюрьмы за 35 лет, или что-то такое. Серьезно, верно? Да, что происходит? Мурманск, что ли? Мурманск, что ли? Если вы у вас есть мурманск! Т.П. из Троит, тоже с Миричка. Она сейчас расстается в ее голосе, готоваясь на нашу большую, большую выступление в Пентуп Club, но, конечно, в конце ночи, на ОРАНЖЕ БОКС. Я уже была играть за 35 лет. Я упал на мой первый микс в 1978 году, и это было очень лет, очень много лет. Да, это правильно, но в первую очередь я хочу поприветствовать город Мурманск. Мне очень приятно здесь находиться, мне и Мирочки. Мирочка не смогла прийти в студию, она должна отдохнуть. И как она будет петь, то и голосовые связки не хочет пока напрягать. Должна восстановиться, да? Тем более, что было выступление буквально, да, там... В Москве они выступали, да, 1 марта. А так, всё правильно, я, говорит, уже выступаю больше 35 лет, первый раз дотронулся до проигрыша, это было, по-моему, в 78-м году, говорит. Ну, мы, на самом деле, хорошо знаем историю Терренса Паркера, но всё-таки я решил переспросить, собственно говоря, чтобы, ну, мало ли, было где-то огрехи. Терренс, во-первых, я хотел извиниться за то, что у нас наушники в привычной форме, а не в форме телефонной трубки, потому что ты привык-то, на самом деле, к... Понимаешь, да, о чём я говорю? На самом деле, на самом деле, я вот буквально вот недавно узнал, почему называть его телефонной трубкой, потому что, оказывается, наушники, да, вот видите, телефонной трубки, а я не понимал, нигде же не было расписано, указано, почему так. Вопросы, которые у нас были, там, назовите два прозвища Терренса Паркера, TP и телефонная трубка. Я думал, к чему вообще это всё? Оказывается, что всё предельно просто и ясно. Трубка телефонная, это наушники. Слушайте, вот это интересно, а это твоя вообще идея? Как ты вообще к этому пришёл? Расскажи, пожалуйста, очень интересно. Простоправда непонятно. Трубка телефонная, да, но я знаю, почему они называют тебя телефонная трубка, но ты можешь рассказать нам, как ты пришёл с этой идеей, об использовании телефонной трубки? Трубка телефонная трубка. Трубка телефонная трубка. Но он сказал, что я делал у них. Я нашёлов mecаля в Шикаго в Шикаго с это, и я действительно решал сделать то, что я начал делать. Стоит, я был очень хорошо и электронную трубку, поэтому я прошу егоチ非оцелу swampил меня и закрепил его. Он показал мне, как он взял меня. Я совершил домой на эту трубку, он сделал мой родной матовый телефон, и я сделал мой телефон. Это история. И это история. Это очень удобно для меня. Потому что я его использую. Он работает лучше для меня, чем на двери. Я могу слышать от него очень хорошо. И если я укреплю его, то он очень удобный. Так что я использую за двадцать лет. Это история. В конце 80-х годов мой друг поехал в Чикаго и вернулся оттуда с такими же наушниками в форме телефонной трубки. И я спросил его, парень, где ты купил эту трубку? Он говорит, я не купил. Там, оказывается, диджеи в Чикаго тоже используются. Он сам ее сделал. И вот он научил меня. И я попросил его тогда показать, как это все делается. Неплохо разбирался в электронике. Он мне показал, как подключать все кабеля. И тогда я съездил домой, разобрал мамин телефон, снял трубку, сделал за нее наушники. Для меня ими пользоваться намного удобнее, чем обычными наушниками. И сейчас те наушники, та трубка, которая со мной сейчас, ей уже примерно 22 года. Намного прочнее, чем обычные наушники. И очень долго держатся. Ничего себе. Ну, конечно же, вы просто мистер оригинальность. Потому что я вот правда говорю, я сначала не понял вообще в чем дело, а потом вот сегодня буквально подготовился, смотрю наушники реально в форме телефонной трубки. Замечательно. Хочел бы сказать, друзья, всем вам, что у нас сегодня, помимо Теренца Паркера, нашего гостя, на завтра сней ущеринки в пинапе, сегодня у нас диджей Ильдар, Норвегия, человек, который завтра тоже будет представлять свою музыку в пинапе. Так что, друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям, пожалуйста, 488-448, пожалуйста, задавайте. Кстати, что касается вас, Эльдар, вы же уже не первый, далеко не первый раз, да, у нас в Мурманске. Вы не считаете, вообще не сбились со счету? В который раз? Если честно, конечно, сбился. Я уже не знаю, сколько раз приезжаю. Приезжал один и приезжал с иностранными гостями очень часто. Вообще, моё знакомство с городом Мурманск началось еще в 97-м году, когда мы сюда привезли первого иностранного диджея. Если кто-то еще помнит эти времена, 97-й год, клуб «Атмосфера», Томас Нильсен, с этого все начиналось. Наше сотрудничество с Вагилом Малышем, с которым мы устраивали тогда вечеринки. Вот сейчас у нас как бы наступает двадцатилетие нашей совместной работы, и поэтому... То есть сотрудничество продолжается? Да, поэтому вот мы решили это двадцатилетие как бы отметить привозом такого знаменитого артиста, как «Керренс Парк». А вздоминовали, как вздоминовали, я вот так скажу. Мы стараемся, да. Хорошо. Ребята, мы сейчас должны прерваться на небольшую рекламную паузу. После этого обязательно продолжим Терренс Паркер, диджей Эльдар сегодня в нашей студии. Спасибо, что остались вместе с нами, и буквально через несколько минут мы продолжим. И, конечно же, конечно же, ждем ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте наш телефон в студии 488-448. А пока немного рекламы. Помашите ручками ко мне, ребятки. Эй, ребята! Спасибо!